Добрый день, Анастасия Игоревна! Добрый день, уважаемые коллеги! Рада видеть вас на очередном вебинаре нашего трека о презентациях, где мы говорим о различных программах и сервисах и о том, в чем они могут нам помочь, какие лучше подходят для решения каких-то наших с вами задач, а какие подходят не самым лучшим образом. И вот сегодня, к сожалению, я, наверное, буду больше рассказывать не о тех программах и сервисах, которые подходят для создания инфографики, а наоборот о тех досадных недостатках различных сервисов, которые не дают нам ими воспользоваться в полной мере. Но не все так печально. И начнем мы с вами, как обычно, с общих понятий, с того, что такое инфографика. Я думаю, вы сейчас можете найти сами, набрав поисковый запрос в интернете, очень много различных определений, которые сходятся в нескольких простых вещах. Инфографика – это именно передача визуальной информации, инфографика основывается на каких-то данных, и ее задача – упростить какие-то сложные явления или сложные понятия. Поэтому для нас с вами я сформулировала вот такие вот основные черты. Во-первых, инфографика – это мультимедийный, иногда интерактивный формат. Мультимедийный говорит о том, что здесь используются другие средства коммуникации, не текст. Интерактивный говорит о том, что пользователи могут с ней взаимодействовать, и в интернете больше всего именно интерактивной инфографики. Но в презентациях, конечно, конкретно интерактивную инфографику мы сделать не сможем. Максимум – анимированы. Во-вторых, инфографика – это изображение на основе данных. То есть всегда есть какие-то данные, проще говоря, цифры, даты, величины, проценты, которые мы передаем с помощью какого-то изображения. И, наконец, инфографика – это выражение через простые элементы каких-то сложных понятий, сложных явлений. То есть задача инфографики – не усложнить восприятие, а наоборот упростить. Да, есть такие инфографические проекты, которые нужно долго рассматривать, изучать, вникать, чтобы понять. Но в общем и целом инфографика создается для того, чтобы с первого взгляда человек посмотрел и что-то для себя понял. То есть фактически главная задача инфографики – это дать какой-то инсайт, озарение, чтобы при взгляде на изображение человек сразу, пользователь сразу сказал, «Ага, вот оно как!» или «Вот этого я раньше не замечал». То есть задача инфографики – как раз вызвать вот это ощущение узнавания чего-то нового. А нам с вами в учебных презентациях, если мы делаем их для учебных целей или для маркетинговых целей, как раз такое ощущение от наших пользователей очень и очень желательно вызывать. Итак, для того, чтобы создать инфографику, нам нужно два элемента. Это сами данные и инструмент для их визуализации. Сами данные без визуализации выглядят вот как-то таким образом, да, это очень много цифр, очень много значений, где-то это очень много кода, и при взгляде на них тяжело что-то вот быстро понять. Нужно внимательно изучать строки таблицы, пытаться понять, какие значения нормальны, какие выбиваются из общего ряда, что означает та или иная строка, тот или иной столбец. Но если мы возьмем эти данные и попробуем их визуализировать каким-нибудь даже самым простым образом, многое станет, естественно, понятнее, да? То есть вот здесь вот данные не числовые, это данные о взаимоотношениях, и если мы визуализируем, просто написав название стран и прочертив стрелки, то станет намного понятнее, какие взаимоотношения находятся, в каких взаимоотношениях находятся страны большой двадцатки. Иногда инфографика может быть очень и очень сложной визуально, да? Используются метафоры, какие-то аналогии, используется большое количество специально разработанных иллюстраций, вот как вот в этом вот проекте. Такая инфографика предназначена сама по себе для разглядывания, для неспешного, вдумчивого изучения. И далеко не всегда мы можем позволить себе это в презентации. Чаще всего в презентации нам нужно делать такую инфографику, которая будет понятна намного быстрее, ну вот примерно на вот таком вот уровне. Мы берем самые простые типы графиков и диаграмм, те, которые считываются с первого взгляда. Мы используем минимум лишних элементов, простые четкие яркие цвета. Используем не 100 строк и параметров, а выбираем из них 5, максимум 10, да? То есть, опять же, искусственно сужаем рамки для того, чтобы подчеркнуть самое главное. Я могу в этом случае сравнить инфографику с прожектором, который из темноты выхватывает артиста на сцене, выделяет самое главное в настоящий момент. Кроме вот такой вот инфографики специальной, да, учебной, какой-то вот маркетинговой, журналистской инфографики, инфографики, которая объясняет сложные явления, есть еще одно понятие – это инфографика бытовая. То, чем мы с вами пользуемся регулярно, часто даже не задумываясь о том, что это именно инфографика. Понятно, да, что вот здесь, вот посмотрев на картинку, даже человек, который не владеет языком, турист, который оказался вот рядом с каким-то местом, может легко разобраться, во сколько обойдется ему билет на корабль из одного города в другой, да? Вот как раз обычный случай бытовой инфографики. Здесь нет каких-то сложных данных, которые мы передаем, но этот язык, эта иллюстрация не требует знания языка. Инфографика в этом плане универсальна, будет понятна каждому. Тоже типичный пример – это инфографический плакат. Здесь нет тоже цифр и данных, но здесь есть большой объем информации, которые автор пытается максимально наглядно передать. Я не могу сказать, что в данном случае это очень хорошо удалось авторам плаката. Вот этот пример мне нравится намного больше. Здесь элементов меньше, но и все понятнее. Сразу становится ясно, чем конкретно занимается в этом цехе, какие именно услуги предлагают, и опять же такая бытовая инфографика привлекает внимание больше, чем просто объявление, набранное текстом, пусть даже и с картинками, и с фотографиями. Для того, чтобы разобраться с тем, какие именно графики, диаграммы, способы отобразить данные использовать, нужно, в общем, проучиться, и иногда не один год, да? Это довольно сложная наука, люди готовят курсы, пишут книги, но для наших целей, для презентации достаточно нескольких самых распространенных типов графиков, которые считываются проще всего. Если мы не занимаемся полноценными инфографическими проектами, а только добавляем такие элементы на свои слайды, то вам будет достаточно разобраться с тем, что предлагает сайт «Каталог визуализации данных». На нем представлены основные типы графиков, диаграмм. Вы можете посмотреть, изучить какой-то из них. Опять же, вот эти вот иконки сразу объясняют, какой наглядный результат вы получите. Сразу ясно, что, например, в левом нижнем укладка круга плохо подходит для того, чтобы разместить ее на слайде. Очень много мелких элементов. Такая инфографика потребует рассматривания. И совершенно другая ситуация, да, если взять столбиковую диаграмму, пузырьковую диаграмму, они считываются намного быстрее. Каждая из вот этих вот иконок ведет на страницу с описанием этого типа диаграммы. То есть здесь вот как раз привычная многим из нас круговая диаграмма. Рассказано, в каком случае она используется, для чего наилучшим образом подходит. То есть прочитав этот текст, легко понять, что круговая диаграмма прекрасно подходит для того, чтобы показать соотношение частей в целом. Но при этом, вот здесь вот обратите внимание, написано, что круговая диаграмма займет больше места, чем другие диаграммы, с помощью которых можно показать соотношение частей. Все вот такие подводные камни. Тут же на страничке собраны инструменты. Если вы собираетесь сделать мультимедийную интерактивную инфографику, тут же показаны другие альтернативные варианты, которые можно использовать вместо вот этого типа инфографики, если она покажется вам слишком сложной. Найти этот прекрасный сайт, к тому же полностью на русском языке, можно найти по вот этой ссылке, либо взяв QR-код, либо скачав презентацию и перейдя уже, собственно, по самой ссылке. Очень рекомендую. По-моему, это совершенно прекрасный ресурс. И для человека, который не занимается инфографикой именно в профессиональном плане, поможет как раз познакомиться и довольно быстро разобраться с тем, какой тип графика будет нужен для вашей презентации. Ну, а сейчас, как обычно на своих вебинарах, немного интерактива, немного общения с вами. Я хочу показать вам несколько слайдов и прошу их прокомментировать. Является ли то, что вы видите на экране инфографикой и почему вы так считаете? Первый слайд. Является ли это инфографикой? Если да, почему, если нет, то тоже ваше мнение. Так, не является. А если нет, то почему? Не логотип, не информативно, нет сравнения. Во-первых, инфографика должна не опираться на текст. То есть здесь как раз идет, информация подается текстом, а не с помощью изображения. Поэтому, конечно, это не инфографика. Это просто обычный текстовый слайд с иллюстрацией. Совершенно верно. Да, не соответствует определению инфографики. Логотип – это не информация. Совершенно верно. Отлично. График может и не содержать множественность данных. Он может, в принципе, в инфографике можно показать и одну цифру, но показать ее нужно так, чтобы она считывалась желательно без вот этих вот текстовых подписей. Если мы, например, вместо значка Facebook возьмем значок видео, перекрасим его в черно-белый цвет и раскрасим обратно только на 85% и подпишем там видео без звука, тогда, возможно, вот это могло являться инфографикой. То есть да, вы совершенно правы. В этом случае на слайде инфографики нет. А в этом случае, как вы считаете? Так, больше вариантов – да. Варианты – нет, появляются. Почему вы считаете, что это инфографика? Фактически, что мы видим перед собой? Мы видим перед собой иконки, которые связаны с текстом, цифры и подписи. Тут данные не визуализированы. Да, понятные значки, понятная информация, но это как раз хороший пример работы именно с иконками, хороший пример дизайна, когда информация на слайде считывается с первого взгляда. Но вот именно визуализации данных здесь как таковой нет. Все-таки слишком много цифр, которые между собой не сопоставимы. В инфографике все-таки, если есть несколько цифр, то они между собой сопоставимы. Например, курица стоит столько-то рублей, индюшка стоит столько-то рублей. И там, и там идут рубли. Если в университете синергия 14 факультетов, то в таком университете 15 факультетов. А здесь, на слайде, именно данные разнородные, они имеют отношение к одной и той же теме, к одному и тому же университету, но инфографикой при этом не являются. Это можно отнести скорее к бытовой инфографике, к инфографическому блокаду, когда большой объем данных аккуратно расположен в едином пространстве. Но вот в чистом виде инфографикой, к сожалению, они не являются. И, знаете, вот в презентации создать такой слайд порой дольше по времени и сложнее, чем создать простую инфографику. Следующий пример. Цифр много. Между собой они сопоставимы. Проценты. Так. Точно нет. Да, этот пример оказался проще. Информации много, но она не в таком виде, чтобы ее можно было считать с первого взгляда. Нет как раз вот этого главного элемента визуального отображения. Если в прошлом примере смутило как раз именно наличие визуального элемента, то здесь, конечно, он отсутствует. Отлично. И последний слайд, который я вам хочу показать, является ли то, что вы видите перед собой, инфографикой. Информативно. Да, это именно таблица. Совершенно верно. Таблица – это данные как раз. Мы можем поставить, в принципе, знак «равно» между таблицей и данными. И не сделан как раз второй шаг, не добавлена была визуализация. Так. Вижу ответы «да». Вижу ответы «нет». О том, что это просто графики. Это является инфографикой. Здесь как раз визуализация. Другое дело, что она неудачная. То есть вы можете посмотреть и понять, что сама по себе она, конечно, неудачная. Видно, да, что вроде бы рынок растет, вроде бы есть какие-то конкретные цифры, есть сравнения по годам, но все это визуально плохо воспринимается. Да, возможно, что-то можно было бы улучшить, поменяв тип диаграммы, можно было бы по-другому отработать с заголовками, поменять цвета. Да, любой график фактически – это простая инфографика. Здесь не стоит вопрос о том, что какие-то графики являются инфографикой, а какие-то нет. Здесь стоит вопрос о том, что можно взять какой-то график и изменить его таким образом, что он будет лучше считываться. Когда вы строите, в том же табличном редакторе вы строите какую-нибудь диаграмму, столбики, рисуете график, вы преследуете цель невизуализации, вы преследуете цель проанализировать данные, найти какие-то закономерности. И в большинстве своем, когда идет какое-то исследование, когда я, например, работаю каким-то дата-проектом, я сначала собираю большой объем данных, потом начинаю искать в них закономерности. И проще, конечно, найти эти закономерности, построить какой-то график. Но для презентации эти графики подходят недостаточно. Тут как раз нужно сделать следующий шаг и перейти к инфографике, преобразовать таким образом, чтобы стало понятно любому пользователю, любой аудитории. И как раз, например, когда я делала работу по перинатальным центрам, мы брали все области, все административные округа России и работали с ними. Но если бы мы показали вот такую длинную колбасу графика, то читателям материала было бы тяжело понять, на что именно мы хотим обратить внимание. И поэтому второстепенные данные отбрасывались. То, на что мы хотели обратить внимание, подчеркивалось цветом. Какие-то данные выделялись крупнее, какие-то выводы переносились в заголовки. И вот как раз именно эта работа отделяет обычные графики от инфографики. И когда мы посмотрели различные примеры, можно сделать вывод, ну и даже несмотря на то, что я показывала, думаю, вы видели много и много примеров с лаберс-инфографикой, и понимаете, что их можно разделить на две категории. В первую очередь, это инфографика, занимающая все пространство слайда. Она требуется в том случае, когда информации много, она требует к себе внимания, не нужно отвлекаться ни на что другое. Обычно в этом случае какие-то пояснения по цифрам, по данным дает спикер, дает преподаватель, выступающий перед аудиторией. Вывод выносится в заголовок. То есть это сейчас как раз стандарт инфографики, когда заголовок содержит в себе выводы. Он не сухой, это не информация об удое в колхозе, красная заря. Нет, это как раз текст, который содержит в себе вывод. Удое в колхозе увеличилось на 15% по сравнению с прошлой неделей. То есть в заголовок мы выносим вывод. Основные пояснения дает выступающий перед аудиторией человек. Акцент идет вот именно на инфографику, на то, чтобы ее можно было бы рассмотреть. Вот в таком формате инфографику можно действительно рассматривать потом, когда человек получит презентацию. И он уже сможет сделать какие-то свои собственные выводы. Другая ситуация, когда мы используем инфографику как часть слайда, а не как его основу. Тогда мы упор делаем на текст. Это тоже либо тезис, либо вывод, который мы сделали из данных. А инфографика служит иллюстрацией. Она может в этой ситуации либо давать как раз визуальное впечатление, то есть как картинка, потому что на круговой график он как раз с первого взгляда дает какое-то впечатление. Графики с областями тоже. А чисто графики, столчатые, линейные диаграммы они с первого взгляда не считываются и хуже подходят для таких слайдов. Либо в данном случае можно использовать инфографику не только как иллюстрацию, но и как дополнительные данные, помимо тех, которые содержатся в тезисе или в словах спикера. Как вы видите, в этом случае времени на то, чтобы рассмотреть инфографику у аудитории меньше. Поэтому она должна быть проще, понятнее. И здесь стоит избавиться от всех неосновных подписей и, опять же, какую-то информацию может озвучить спикер. Итак, два основных формата. Это инфографика расположена на полном слайде. В ней больше данных и больше возможностей для того, чтобы ее изучить у наших пользователей. И инфографика, которая используется в роли иллюстрации для того, чтобы задать какое-то впечатление или дать какую-то дополнительную информацию. И вот здесь я хочу немножечко остановиться и сделать такой шаг в сторону, рассказать о некоторых ошибках, которые часто совершаются при работе с инфографикой. Когда мы делаем презентацию, когда мы желаем показать какие-то данные, какие-то, может быть, даже сразу инфографические проекты, возникают некоторые ситуации недопонимания, неправильного использования материала. Первая ситуация – это использование дата-арта вместо инфографики. Дата-арт, он очень похож на сам по себе на инфографику, но это художественный проект, сделанный на основе данных. То есть чувствуете разницу. Инфографика – визуализация на основе данных. Дата-арт – художественный проект на основе данных. Дата-арт, он, конечно, впечатляет аудиторию. Выглядит красиво, непонятно, загадочно. И если дать вашим пользователям побольше времени, они смогут изучить, рассмотреть и сделать самостоятельные выводы, то есть поработать, как с обычной инфографикой. Но вот именно за счет того, что дата-арт по себе содержит больше впечатлений, чем данных, он лучше подходит для использования в качестве иллюстрации, а не полноценной инфографики. Вот типичный пример дата-арта – это шарф, который вязался нитками того цвета, насколько задерживался общественный транспорт в будние дни. Это, конечно, впечатляет, но это все-таки шарф, а не инфографика, которую можно показать. И вот такие иллюстрации, такой дата-арт часто сбивает с толку и неправильно используется в презентациях в качестве инфографики, хотя должен использоваться именно как картинка. Вторая ситуация – это использование скриншотов. Большинство инфографики в интернете, как я уже говорила, интерактивны. Пользователь может навести мышку на какую-то точку и получить о ней более подробную информацию. То есть интерактивная инфографика – это сейчас стандарт в интернете. Если вы хотите показать данные из этого проекта, вы не можете просто сделать скриншот и вставить его в свою презентацию, потому что большой объем информации, даже основной объем информации скрыт и показывается только при наведении мышкой. Из места полноценной инфографики мы получаем вот такую вот картинку. Это красиво, это загадочно, это увлекательно, но без возможности взаимодействовать с этим проектом мы не видим данных как таковых. И довольно сложно сделать какие-то выводы вашей аудитории на основе такого скриншота. В таком случае нужно либо выбирать данные и делать какую-то свою интерпретацию проекта, либо давать ссылку на материал. То есть так же, как я делаю, вы можете прикрепить ссылку на переход, поставить QR-код, если собираетесь показывать аудитории аудитории в большом помещении, чтобы они могли перейти со своих смартфонов. То есть вариант со скриншотом интерактивного проекта может служить так же только как иллюстрация, но не как не самостоятельная инфографика. Следующая проблема, очень-очень часто встречаю ее в презентации, это инфографика в книжном формате. Берется какой-то большой проект, созданный, как правило, для вдумчивого рассматривания и просто вставляется в презентацию, иногда обрезается, чтобы лучше подходить по формату. Но я думаю, что даже если обрезать вот такую вот иллюстрацию, удобнее для изучения на слайде она не станет. Такие проекты все-таки предназначены совершенно для другой работы с ними, и уж тем более не для быстрой демонстрации на экране. Здесь довольно много текста, довольно много данных, несколько разных типов графиков соединены на одном плакате. И опять же в таком случае инфографика тяжела для того, чтобы работать с ней внутри презентации. Можно показать, опять же, часть какую-то как иллюстрацию и дать ссылку на полный проект, либо переработать, оставив только важную для вашей аудитории информацию. Патчворк, да, прекрасно. У меня был вариант поставить ее, либо поставить пример с картинами Пикассо, где данные были скомпонованы в один из его портретов. Это тоже очень красиво, очень впечатляюще, и ничего не понятно, особенно вот так вот в формате слайда при выступлении перед аудиторией. Это все-таки варианты для рассматривания, для такого вдумчивого изучения. Ну и, наконец, последняя ситуация, но самая распространенная, это использование лишних элементов. Это как раз то, что остается на слайде, если вы не перерабатываете просто графику в полноценную инфографику. Много-много лишних элементов, которые затрудняют восприятие информации. Я думаю, вы видели немало примеров, когда берется какой-то вот такой слайд и делается его редизайн с тем, чтобы информация считывалась легче и проще. Напоминаю, да, что нам нужно сделать впечатление, чтобы инфографика производила впечатление и с первого взгляда считывалась. Про линии сетки чаще всего помогают. Это не список того, что вы должны выкинуть обязательно из своей инфографики. Это список того, на что нужно посмотреть и подумать, когда они помогают, когда они не помогают. Я согласна, что линии сетки чаще всего помогают. Особенно если довольно протяженный, по горизонтали графикам глазам нужно на что-то опираться. Легенда, вот тут хороший вопрос. В некоторых случаях легенда – элемент не лишний, в некоторых лишний. В интерактивной инфографике они чаще всего избавляются, потому что можно ввести мышку и посмотреть. Если у вас два или три ряда данных в инфографике, лучше всего отказаться от легенды ради вот такого вот приема. Посмотрите, в заголовке цветом сразу закодировано, какая линия к какому ряду данных относится. Этот прием появился не так давно, с разбитием российской инфографики, но уже в каких-то сервисах, в том же «Флоурише» уже добавили его по умолчанию. Раньше датадизайнеры перекрашивали заголовки вручную. И вот так вот намного проще заменить обычную легенду и сразу в заголовке закодировать, к какой информации, какая линия относится. Еще раз повторю, это не список того, что вы обязательно должны выкинуть из своей графики. Это то, на что нужно посмотреть и подумать. Я в своих графиках, например, однозначно отказываюсь от объема, потому что они действительно мешают впечатлению. Я стараюсь сделать легенду не так, как ее предлагают стандартные инструменты. Вот как на первом примере сделано справа. К каждому цвету подписано соответствие, тем более они тут же подписаны под столбиками. Я стараюсь сделать ее более простой и так, чтобы она располагалась не как-то отдельным блоком сбоку, была более логично встроена в график. Опять же, если это инфографика для какого-то мультимедийного проекта, я избегаю того, чтобы подписывать значение каждой точки. Даже если это не интерактивный график, мне достаточно подписать значение на самом важном маркере, именно на том, благодаря которому, например, делается вывод, или на тот, который спикер собирается обратить внимание своей аудитории. Как видите, нюансов довольно много. И когда мы работаем с программами и сервисами, хочется, чтобы они учитывали и соответствовали нашим ожиданиям, чтобы нам было удобно работать с данными, чтобы нам было удобно работать с дизайном, чтобы мы могли очень быстро посмотреть различные варианты, а будет ли действительно лучше быть сетки, или лучше нам разместить графики на черном фоне, а не на белом фоне. То есть у нас есть уже какие-то ожидания, и мы ждем, что программы или сервисы будут им соответствовать. Я вот написала шесть самых важных для меня параметров, что я жду от сервиса для работы с инфографикой. Я жду, конечно, чтобы у меня была какая-то библиотека готовых вариантов, чтобы могла посмотреть и понять, что мне подходит лучше в данном случае. Я хочу, чтобы можно было быстро менять шаблон, шаблон оформления, или чтобы можно было быстро переключать отображение с круговой диаграммы на кольцевую, опять же, сравнивая, что подойдет лучше всего. Я хочу расширенных возможностей по работе с палитрой, чтобы я могла перекрасить не только линию, но и, например, какой-то отдельный маркер на ней. Чтобы были иконки, особенно важны иконки, если вы хотите работать с пикточартом, инфографикой, которая как раз и основывается на повторении большого количества одинаковых иконок. Чтобы были, естественно, инструменты работы с текстом, но самое большое мое ожидание – это то, что сервис должен работать в режиме одного окна. Все должно быть вместе, все должно быть под рукой, не уводить куда-то дальше. И для того, чтобы проиллюстрировать, как различные сервисы и программы работают с инфографикой, какие встроенные инструменты и возможностей у них нет, я взяла вот такую вот таблицу. Как видите, данных довольно много. Здесь охватывается период в 17 лет и, соответственно, большое количество информации, которые нужно отобразить на экране. Начала я традиционно с PowerPoint. Как, я думаю, вы знаете, PowerPoint работает с данными, связывая их с файлом Microsoft Excel. То есть для того, чтобы добавить какой-то график, вам нужен еще один файл. И это уже файл Microsoft Excel. Нет, я не забыла про такси. Это все касалось именно общественного транспорта. Такси, наверное, не может считаться в полной мере. Тем более, что оно не поддается, по крайней мере, в те годы точно не поддавалось госрегулированию. И было тяжело посчитать, какой на самом деле пассажиропоток в такси. Ну и к тому же речь в проекте шла именно про трамваи. И я старалась выделить информацию именно связанную с ними. А такси и трамваи очень сложно сравнить между собой. Итак, когда вы создаете новый график, когда вы вставляете диаграмму какую-то, вы автоматически создаете связанный файл Microsoft Excel. Изменяя данные в этом файле, вы изменяете данные и на слайде. Инструменты для работы с диаграммами стандартные. То есть фактически все то, что доступно вам для работы с фигурами, с рисунками, со смарт-объектами, это все доступно и для работы с инфографикой. Среди типов графиков вариантов достаточно много, за исключением пикточартов. Они как таковые отсутствуют. Если вам нужен именно этот тип визуализации, его придется делать либо вручную, либо искать какую-то надстройку. А надстроек, то есть внешних дополнительных программ Powerpoint, довольно много тех, которые работают конкретно с инфографикой. Очень большое количество интересных шаблонов вы можете найти, если заглянете в магазин Microsoft Office и поищите как раз по запросу инфографика какие-то интересные расширения. Итак, меню «Вставка». Нужно выбрать пункт «Диограмма». Вам будет предложено сразу несколько вариантов. Отдельное окно, где вы сможете пощелкать по вариантам и посмотреть, какой тип графика подходит. Это только первый предварительный шаг. В Powerpoint вы легко сможете сконвертировать один тип графика в другой. Как видите, вариантов довольно много и сразу прилагается к каждому несколько дизайнов и несколько разных настроек. Например, можно сделать такую диаграмму обычную, можно сделать с накоплением, можно сделать с дополнительными областями, скомбинировать какие-то сложные варианты и даже сохранить свои собственные шаблоны, что, несомненно, удобно. Сразу появляется такая вот демо-диаграмма и к ней связанный файл с какими-то примерными данными. Для того, чтобы изменить информацию, нужно как раз в файле Excel вставить другие данные. Либо из другого файла, либо заменить их ручную, либо указать другой связанный файл. К тому же можно выбрать какой-то файл с Excel с уже готовой диаграммой и диаграмму оттуда вставить в PowerPoint. При этом тоже можно сохранить связь, и когда вы будете обновлять информацию в файле, будет автоматически она обновляться и на слайдах. Вот я добавила те данные, которые были у меня в Google-документе. И для того, чтобы их уже изменить, для того, чтобы поменять настройки, я иду в вкладки новые, которые появляются. Это стандартные вкладки «Конструктор» и «Формат», которые помогают мне изменять диаграмму. Также, когда она выделена, появляются вот эти три боковые кнопки, которые позволяют изменять какие-то настройки оформления, добавлять, отключать, отключать какие-то ряды, чтобы посмотреть, может быть, слишком много информации на инфографике помешает ее восприятию. Ну и также вот кнопка «Плюсика», которая позволяет выбрать диапазон данных. Все то, что вы здесь видите перед собой, очень и очень похоже на то, что мы видим в Excel. Тот, кто работал с Excel, легко справится, естественно, и с диаграммами в PowerPoint. Но для того, чтобы создать удобную, полноценную инфографику, самих инструментов все-таки недостаточно. Я смотрю разные макеты, я смотрю разные элементы диаграммы, выбираю вот здесь стили оформления. И в итоге для своего гипотетического проекта я все-таки в данном случае, отказываясь от подписей данных, делаю вручную заголовок. И вот «Автобус, троллейбус, трамвай, метро» подписи я тоже делаю вручную. Не беру стандартную легенду, которую мне предлагает PowerPoint. Один из типографика я подкрашу, это сделать довольно легко. Довольно легко выделить какой-то маркер отдельный, подписать и так далее. И перекрасить, естественно, тоже очень и очень просто. А вот почему-то у меня вот здесь, ага, нет, вот отображается пунктирная линия, просто при конвертации в PDF презентация стала очень слабой. Я отдельно провела линию, которая подчеркивает, какие точки на графике соответствуют 2004 году, для того, чтобы выделить то, что происходило именно в этом году. Итак, в PowerPoint с самими графиками работать довольно просто, но функций и настроек для превращения их в полноценную инфографику мне всегда хватает. Какие-то элементы нужно выполнять вручную, подчеркивать маркеры, подписывать значения, делать легенду, например, с помощью заголовка, да, тоже придется делать вручную. Такой готовой функции, которая есть в инструментах типа DataWrapper, Flourish и так далее, про которые Павел Юрьевич постоянно рассказывает, таких удобных инструментов, конечно же, нет. Но это и не основная задача PowerPoint, все-таки он создан не для работы с инфографикой. Google Slides, как обычно, очень-очень похож на то, что есть в PowerPoint, но основное отличие в том, что сам Google Slides не содержит инструментов для работы с инфографикой. Все то, что вы хотите сделать, вы делаете в связанном документе таблицей. То есть для того, чтобы вставить диаграмму, вы создаете документ Google Slides и диаграмму делаете в нем. Она будет уже только отображаться на слайде, а вся работа будет идти в другом документе, что, конечно, нарушает принцип единого окна. Точно так же в меню «Вставка», «Диаграмма». Здесь четыре варианта, но, опять же, это только первый шаг. Затем можно изменить и тип отображения данных, и вариантов будет больше. Можно выбрать, опять же, документ уже в таблицах и взять из него уже полностью готовую диаграмму. Разницы нет никакой, потому что, вот как вы видите, то, что вставлено на слайде, никаких настроек не имеет. Можно только открыть исходный документ и поработать, собственно, в нем. Откроются привычные Google таблицы. Здесь будет документ, здесь же будет отображаться диаграмма. И вот уже по щелчку в правом верхнем углу диаграммы, на эти три точки, можно открыть редактор. И здесь с самой диаграммой поработать, добавляя и изменяя, перенося данные. После этого вы вернетесь в Google Slides, и у диаграммы сверху появится вот такая вот кнопка «Обновить». Когда вы нажмете, данные обновятся, и график будет выглядеть так, как вы его настроили, собственно, в самом редакторе таблиц. Что-то можно включать, что-то можно отключать, но функций не меньше, чем в Microsoft Excel. Но вот как раз именно за счет того, что приходится работать в отдельном документе таблиц, а не на самих слайдах презентации, с Google Slides мне работать, кажется, уже не так удобно. Нарушается вот этот принцип единого окна. Опять же, нарушается дизайн, связь между документами. Те цвета, которые вы применяете в своей презентации, автоматически в таблицы не перенесутся. И придется вручную переносить цвета из документов в таблицы для того, чтобы правильно раскрасить диаграмму, сохраняя единый визуальный стиль. Опять же, надстройки. Как вы знаете, у Google Slides есть свои расширения, и какие-то вещи они позволяют автоматизировать. Например, если у вас есть большое количество данных с адресами, есть расширение геокод, которое по адресу, по пятому, соответственно, столбцу автоматически находит в Google Maps широту и долготу и затем позволяет генерировать вот такие вот карты, распределяя, группируя все числовые отметки. Мне кажется, очень и очень удобно. Для того, чтобы делать инфографику на слайдах, Google Slides мне показался не самым удобным сервисом, но для каких-то сложных типов инфографики у Google Slides много интересных надстроек. Следующий любимый всеми нами сервис – Канва. К сожалению, с инфографикой показал себя не самым лучшим образом. Вообще, в Канве есть две возможности сделать слайд с инфографикой. Как шаблоны уже готовых слайдов и как отдельный элемент, как будто вы вставляете иконку или иллюстрацию. Если вы выбираете первый вариант, то вам нужно во вкладке «Шаблоны» набрать запрос «Презентации с визуальными диаграммами». То есть прямо так и звучит – «Презентация с визуальными диаграммами». Будет предложено несколько шаблонов. Внутри каждого из них, естественно, несколько различных вариантов. Можно поискать и найти тот, который подходит именно вам. Но в этом случае слайд будет собран из отдельных элементов. То есть здесь как раз нет привязки к данным. Это чисто картинка. Если вам нужно увеличить долю Колумбии в производстве кофе, вы просто выбираете вот этот прямоугольник и вручную его увеличиваете. То есть здесь никакой привязки к реальным данным, к таблице с данными нет. Другая ситуация, когда вы идете в меню «Элементы» и здесь в разделе «Диаграммы» выбираете тот график, который вам нужен. Да, правильно. Это именно рисование и не что иное. Если вы выбираете диаграмму, то здесь, как вы видите, есть несколько вариантов. И в этом случае то, что вы получаете у себя на слайде, уже инфографикой является. Вот эту вот круговую диаграмму можно изменить не вручную, а работая напрямую с данными. Для этого, как вы видите, в верхней панели в левом углу есть кнопка «Вправить». Когда вы ее нажимаете, у вас слева открывается таблица, на основе которой сформирована диаграмма. Сверху выпадающее меню. Здесь можно быстро поменять, например, кольцевую диаграмму на круговую, на график, на столбики и так далее. Снизу идет таблица, с которой работаете прямо сейчас. А еще ниже обратите очень удобное поле «Вставьте данные из электронной таблицы». То есть вы просто открываете свои данные, копируете их и вставляете в это поле. Оно автоматически встает в верхнюю таблицу, аккуратно и совершенно корректно распределяется. Я несколько раз проверяла с различными данными. Канва работает в этом плане абсолютно корректно, и это очень удобно. Единственное, что мне пришлось поменять, да, ориентацию столбцов. Сделать так, чтобы года шли не по горизонтали, а по вертикали. Потому что количество столбцов у канвы ограничено, если я не ошибаюсь, 5 столбцов. А вот строк можно добавить столько, сколько нужно. Я добавляю данные, и мой график обновляется. Получается вот такой вариант. Линии сразу подкрашены градиентом. Это как раз зависит от того, какой шаблон я выбрала. И главный недостаток канвы как раз я вижу на этом этапе. То есть все хорошо. Мы выбрали тип графика. Мы легко вставили нужные нам данные. Но больше мы сделать ничего не можем. Потому что вот то, что вы видите перед собой, это один элемент. Его нельзя разгруппировать и поработать отдельно с каждым маркером. Здесь нет настроек, хочу ли я включить или отключить линии сетки, подписи данных и так далее. Вот как было заложено дизайнером при создании этого типа, в таком варианте мне результат и выдается. То есть, как видите, вариант с шаблонами инфографических слайдов не работает с данными. А действительно инфографика, геограммы не работают с настройками визуализации. И тот и тот вариант по-своему ограничен. И это, конечно, печально. Это, наверное, первый раз, когда канва меня так огорчает. Следующий сервис, с которым мы обычно с вами работаем, это презентации в Принзи. У них довольно большой выбор шаблонов. И как раз редактор работы с инфографикой в режиме одного окна. То есть все, что нужно, все находится в одном месте. И это очень здорово. А также есть возможность быстро настроить анимацию. Другая проблема в том, что все это счастье, конечно, доступно только при платной подписке. В бесплатном варианте ничего, к сожалению, с данными вы сделать не сможете. Когда вы создаете презентацию в Принзи, вот здесь вот в кнопке «Вставить» есть вариант «Чарт». И есть вариант, вот здесь вот «Стори-блок», верхний ряд, третий значок, который предлагает довольно большое количество слайдов уже с интересными вариантами расположения диаграмм. Они хорошо подходят для создания инфографики, поддерживают как раз общий стиль, какие цвета вы, какие блоки вы выбрали для всей своей презентации. Но если вы попробуете нажать кнопку «Edit chart», «Отредактировать», то вы получите в ответ предупреждение о том, что это доступно только вот как раз в платной версии. Поэтому в Принзи можно встроить инфографику только уже в готовом виде. Если вы импортируете ее из PowerPoint, если вы импортируете ее из PDF-файла или просто добавите отдельным изображением. То есть только уже готовую инфографику вы сможете сюда вставить. Это, естественно, лишит возможности ее анимировать и лишит возможности редактировать данные на ходу. Для того, чтобы изменить инфографику в Принзи, нужно будет сначала изменить ее в исходном файле. Ну и, наконец, последний сервис – это Genial. Тоже есть шаблоны как инфографики, так и отдельных диаграмм. То есть также, как в Convey, есть сразу заготовленные слайды, а есть вставка просто графика. У Genial огромный недостаток – это то, что палитра работает только в платной подписке, то есть либо в стандартные цвета, либо никак. Вариантов графика довольно много, а вот настроек их маловато. И также, как в Convey, во вкладке Smart Blocks сразу есть готовые слайды. Можно выбрать подходящий вариант, кликнуть на него, и у вас в презентации сразу вставится уже готовая, хорошо скомбинированная инфографика. Либо вы можете перейти во вкладку «Ресурсы». И здесь есть раздел, который так и называется «Графики и чарты». Здесь много тоже вариантов. Можно подобрать то, что подойдет в вашем случае. Для того, чтобы отредактировать инфографику, нужно ее выделить. И вот сверху появятся две круглые кнопки. Правая – это значок анимации, левая – это как раз и значок настройки. Справа появится вот такая вот панель. В ней две вкладки. Это, собственно, данные и настройки визуализации. Данные вставляются точно так же, как в Convey. Можно их сбить вручную, а можно в нижнем окне вставить просто скопированные даты из таблицы. Тоже работает абсолютно корректно. И посмотрите, в отличие от Convey, здесь есть кнопка с двумя стрелками в левом верхнем углу, которая позволяет быстро поменять местами строки и столбцы. Каждая строка, каждый столбец сразу помечены цветом. Именно этот цвет будет использован в итоговой инфографике. И как раз именно их поменять и нельзя. Только в панели Settings, в вкладке настроек, выбрать готовую какую-то схему. Здесь 16 вариантов, что, конечно, не так уж и много. Тем более мне нужно было, например, выделить второй по счету, второй по порядку линию, второй по порядку ряд данных. А здесь все варианты, которые я пощелкала, выделяли больше третий. Значит, мне нужно было менять расположение данных в самой таблице, что несколько дольше. Ну и по результату данных, которые я подставила, то, что здесь находится в таблице, сразу с годами. Мне не нравится, как сейчас расположены годы, они сливаются в одну линию. Я ищу возможность поменять это, но все, что мне предлагает Geniali в этом плане, это варианты, хочу ли я показывать легенду или нет, хочу ли я показывать подписи, значения, и хочу ли я подсказывать какие-то подсказки. А дальше возможность настроить только либо анимацию, либо шрифты. Как видите, вот этих настроек очень и очень мало для того, чтобы сделать именно такую инфографику, какую вам нужно. И напоминаю, да, те ожидания, которые я перечисляла ранее, готовые варианты, быстрая смена шаблонов, возможность работать в режиме одного окна. Посмотрев на вот этот вот слайд, я составила вот такое небольшое резюме по сервисам и по программам. Я вычеркнула из него Prezi, потому что все-таки полностью платный вариант, только для тех, у кого есть платная подписка. Хотя сами инструменты Prezi совершенно прекрасны, и работать с инфографикой – одно удовольствие. Это как раз вот тот же самый режим одного окна, все палитры, все инструменты под рукой, и очень много настроек, которые позволяют сделать ту инфографику, какую нужно. Но для тех, у кого нет платной подписки, к сожалению, эти функции бесполезны. Остальные четыре программы и сервисы я сравнила. Меня совершенно разочаровала канва. Для такого прекрасного инструмента слишком мало возможностей создавать инфографику. Варианты простые, красивые, ясные, но при этом слишком мало настроил для того, чтобы подчеркнуть то, что важно. Google Slides работает хорошо в том случае, если вы работаете полностью в экосистеме Google. То есть если вы пользуетесь гугловскими таблицами, а не Excel, если вы выводите результаты, например, через Google Classroom работаете, да, это прекрасно, это все удобно. Но если ваша задача – создать именно презентацию, процесс может затруднить именно то, что с диаграммой придется работать в таблицах, а не на самих слайдах. У Genial много готовых вариантов, они очень симпатичны, и в отличие от канвы, слайды с инфографикой – это не картинки, они действительно привязаны к данной таблице, а значит, можно взять какой-то готовый, интересно форматированный сразу слайд и поменять на нем данные на свои. Но настроек все-таки, на мой вкус, маловато. Три настройки – это несерьезно. Как обычно, прекрасно себя показывает PowerPoint, и вот в этом случае, наверное, в PowerPoint вы сможете добиться лучших результатов. Несмотря на то, что данные он берет из Excel-евских таблиц, как раз принцип единого окна – он поддерживает. Все находится внутри самой программы по работе с презентациями, на вкладках, те же самые кнопки, те же самые настройки, а значит, с ними легко разобраться. Это подтягивает те цвета и те шрифты, которые вы использовали в оформлении остальных слайдов и позволяет по отдельности редактировать буквально каждый маркер, каждый столбик внутри вашей инфографики. Разумеется, помимо вот тех пяти сервисов, которые мы с вами рассматриваем, есть и другие. Например, viz.me, который тоже прекрасно работает с инфографикой, в том числе и в бесплатном режиме. beautiful.ai, который тоже подходит для создания инфографики, но настроек там меньше. Но вот из тех привычных нам программ и сервисов, с которыми мы работаем, пока лучшим образом, я считаю, показывает тебя PowerPoint. И в нем можно довольно быстро создавать графики и, потратив некоторое время, повозившись с настройками, превращать их в полноценную инфографику для презентации. В какой из программ есть интерактивный переход между картинками и слайдами? А что вы имеете в виду под интерактивными переходами? Вот у PowerPoint есть бесплатная надстройка PowerPoint Labs, которая позволяет автоматически сгенерировать переход между двумя слайдами, если на первом и на втором использованы одни и те же элементы. А значит, если вы, например, хотите показать, как одно превращается в другое, вам не нужно делать это пучное, вы можете на функции PowerPoint Labs автоматически сгенерировать красивый переход между двумя изображениями, двумя разными сверстными слайдами. У Google Slides такой возможности нет. Там просто есть смена слайдов и постепенное появление элементов, которые настраиваются, например, слева, справа из темноты. Конва, переходы между слайдами тоже будут появляться анимированными, но там готовые какие-то варианты. У Genial есть возможность довольно тонко делать настройку. Если у Prezi есть платная подписка, то там тоже можно добавить анимацию элементов, именно так, как вам нужно выстроить появление инфографики, отдельных текстов в нужном вам режиме. Пока из всех вариантов самый простой, самый удобный – это расширение PowerPoint Labs. Прямо вот сильно-сильно рекомендую. И у него в том числе есть возможность не только делать красивые, интересные переходы, выделять часть изображения. Когда, например, нужно подчеркнуть какую-то часть рисунка, в PowerPoint Labs можно размыть всю остальную часть картинки или, например, обесцветить, или сделать, например, ее полупрозрачной, кроме того элемента, которому вы собираетесь привлечь внимание. Есть возможность сделать интерактивное углавление, что тоже очень и очень, по-моему, здорово. Да, PowerPoint Labs совершенно правильно вы написали. Ну что ж, если еще какие-то вопросы возникнут, вы можете задать их мне прямо сейчас. Если мне прямо сейчас вопросов не возникает, можете в любой момент написать мне на почту, посоветоваться насчет своих учебных презентаций. Вы знаете, что я всегда отвечаю и очень рада видеть примеры ваших работ. Спасибо вам за внимание. Я была рада провести вебинар. Следующий будет у нас в марте. А в феврале будет еще один вебинар уже по треку переупаковки ущебного контента. Отлично. Тогда я с вами прощаюсь и передаю слово Татьяне Викторовне. Татьяне Викторовне.